Фермерская продукция, необходимая в хозяйстве инструменты и техника, здесь же представители банка, службы занятости, а также сотрудники администрации. Наталья Смоленцева приехала с мужем 5 лет назад из Кемеровской области. Говорит, что всегда мечтала работать на земле. Сейчас у них 20 дойных коз и еще около 30 молодняк. Однако в планах нарастить объем, чтобы заметили оптовики, а также чтобы было из чего производить сыр и кисломолочные продукты. Мы хотим такую фирму специализированную, чтобы это было там все условия, чтобы мы могли потом сбыт был уже по магазинам. Сыр, молоко, йогурт, и буду все сама это я делать, все. Вот сейчас мы узнали, что можно подать на грант. Будем подавать документы в администрацию по сельскохозяйству, там есть управляющие. Вот он нам документы, я сказал, грамотно оформит, а в мае будет он разыгрываться. Заместитель главы Анапы Александр Колесников занимается агитацией. По его словам, государственные субсидии – реально действующие инструменты. Их продвигают, консультируя фермеров или желающих заняться сельским хозяйством с нуля. Подключают территориальное местное самоуправление. Такой специальный день малых форм хозяйствования – также один из важных и действенных механизмов. Приходя на такое мероприятие, человек, имея одно желание заниматься сельским хозяйством, получает полностью всю информацию о том, сначала где взять, допустим, если он хочет приобрести поголовье, где взять поголовье, где получить кредит на приобретение этого поголовья, если недостаточно собственных средств, и какие меры государственной поддержки, именно субсидии, другие программы, то, что он может получить, если он будет заниматься этим делом. Я призываю всех, не нужно бояться, приходите. Это очень просто. Мы подскажем, объясним, как это сделать. Необходимо всего лишь собрать пакет документов. По правилам фермер сначала должен построить или приобрести, а затем государство компенсирует часть процентной ставки или затрат в зависимости от направления. Александр Колесников говорит, что деньги из краевого бюджета на эти цели администрация получает в достаточном объеме. Если в прошлом году анапские аграрии получили 10 миллионов рублей, то только с начала этого года уже в два раза больше.